Тюменцы поддержали соседей из Казахстана рублем и песнями. Поводом для встречи и подарков стал фестиваль «Покровский перезвон». Он уже в 11-й раз собирает в Петропавловске представителей разных народов, живущих не только в республике, но и в приграничных регионах России. Вместе с делегацией нашей области там побывал Владимир Поротников. Здесь казахский, хоть и государственный язык, но говорят в основном на русском. Несмотря на миграцию, славян в Петропавловске пока большинство. К тому же сохранение их культуры в последние годы дело почти государственное. Для защиты и поддержки национальных объединений в стране даже создана специальная ассамблея. «Покровский перезвон» как раз ее детище. Все этнокультурные центры, которые находятся в Североказахстанской ассамблее народа Казахстана, а их 25 этнокультурных центров, сегодня все на этом сегодняшнем празднике. Праздники мира, добра, единения, толерантности. Цель фестиваля проста – себя показать, да на других посмотреть. Но именно так и завязываются межэтнические отношения. Сложно понять человека, о котором ты ничего не знаешь, и почти невозможно с ним подружиться. Она и сама увлекается фольклором и других, через сцену приобщает к русским традициям. Между сольными выступлениями Екатерина обычно учит народному творчеству тюменских школьников. Девушка – руководитель детского ансамбля «Цубатей». Чтобы они могли различать, да, что вот есть сценический чисто костюм, а есть вот, допустим, бытовой костюм, чтобы они знали. Те же самые праздники, когда мы готовимся к какому-то мероприятию, чтобы дети не просто вышли, спели там ту или иную колядку, допустим, да, чтобы они знали, что она поется на Рождество, да, что это накануне Рождества. То есть все это они знать должны, что к чему и почему. Чтобы было о чем петь и рассказывать казахстанским казакам, тюменцы приехали на фестиваль не с пустыми руками. Комплект костюмов, шитый на деньги области, пришел с артистом в пору. Мы будем в них выступать, радовать здесь жителей нашего региона. Может быть, мы и в этих костюмах приедем к вам на тюменскую землю. И это не первый раз, когда соседи одаривают друг друга. В конце концов, Северный Казахстан не только культурный, но и экономический партнер Тюменской области. Владимир Поротников, Павел Михайловский. Тюменское время.